Снять жилье поуютнее, да так, чтобы не сильно ударило по карману. Такой целью задалась Кристина Тарабухина. За несколько лет, что девушка живет в Иванове, сменила не одну квартиру в разных районах города. Поиски ведет, как правило, через интернет. На днях наткнулась на заманчивое предложение. Однушка с отличным евроремонтом, полностью меблированная, в хорошем районе. Подкупила цена – всего 7 тысяч рублей в месяц, плюс комиссия риэлтору. Она сказала, что за услуги требуется оплатить 5200 рублей. То есть она вообще не обозначала, что эта сумма должна быть оплачена заранее, что нужен какой-то договор. Общался с ней мой молодой человек. Я поняла, что что-то здесь не так, неправильно. И решила ей перезвонить и уточнить, за что конкретно мы отдаем деньги. Сама того не подозревая, девушка чуть не попалась на удочку сомнительной компании. Смутило то, что оплатить услуги риэлтора просили до того, как собственник покажет квартиру. Обычно вознаграждение отдают после заключения договора аренды. Чтобы на себе проверить скользкую схему, мы нашли на сайте Яндекс.Недвижимость аналогичное предложение. Некая Марина за 6 тысяч рублей предлагает однокомнатную квартиру с первоклассным ремонтом в московском микрорайоне. Я являюсь менеджером отдела аренды. Квартира сдается через центр подбора жилья. Я не собственник данной квартиры. Я могу сейчас с собственницей связаться. Если она мне согласна уже дать наш от вас, в таком случае я вам уже обратную связь дам. Далее вам отправлю договор с нашей организацией. Как раз в данном договоре будут прописаны все ваши гарантии. Далее вы производите оплату наших услуг. Они у нас составляют до 4200. И после оплаты вы уже проезжаете у меня на просмотр. Квартира в Московском – не единственное предложение Марины. Есть уютное жилье на улице Ермака, еще на Кудряшова. Ценник везде от 6 до 7 тысяч. Риэлторы не потрудились сделать даже оригинальные фотографии интерьера. Точно такие же картинки висят на сайтах недвижимости в Иркутске, Подмосковье и Свердловской области. О том, сколько доверчивых граждан ежедневно переводят эфиристам деньги, можно только догадываться. В правоохранительные органы обращений не было. За последний год обращений граждан по мошенническим действиям с арендой недвижимости от граждан не поступало. Если граждане полагают, что в отношении их совершены незаконные действия риэлторами, то они вправе обратиться в органы полиции для того, чтобы была проведена соответствующая процессуальная проверка. Чтобы развеять сомнения потенциальных арендаторов, агенты отправляют на электронную почту договор об оказании услуг. Правда, как уверяют специалисты, никакой юридической силы он не имеет. В документе не прописан исполнитель, а значит и претензии предъявить будет некому. Из представленных документов ничего противозаконного, такого явного, за что можно было зацепиться и, скажем, обратиться в правоохранительные органы я не усмотрел. Это обычная оферта, то есть предложение заключить договор на определенных условиях. Чтобы не стать жертвой предприимчивых риэлторов, в первую очередь нужно внимательно изучать предложения, представленные в интернете. Насторожить должна неоправданно низкая стоимость аренды и просьба заранее перечислить агенту комиссию. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.